В рамках узбекско-американского бизнес-форума в Вашингтоне состоялся ряд встреч представителей делегации Узбекистана с высокопоставленными чиновниками США. Так, министр инвестиций и внешней торговли Сардоро Мурзаков провел переговоры с министром торговли США Уилбером Россом. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего партнерства. Уилбер Росс подчеркнул, что правительство Узбекистана может рассчитывать на США в процессе имплементации инструментов рыночной экономики, устранения торговых барьеров и факторов, препятствующих дальнейшему росту показателей двусторонней торговли и экспорта узбекской продукции, а также в вопросе вступления Узбекистана в ВТО. Отдельно отмечено, что Соединенные Штаты положительно оценивают проводимые в стране реформы по либерализации экономики и готовы содействовать запуску переговоров процесса по проектам соглашения об избежании двойного налогообложения и защите иностранных инвестиций в соответствии с законом США о торговых средствах правовой защиты. В свою очередь, министр инвестиций и внешней торговли Сардоро Мурзаков представил главе Минторговли США номенклатуру узбекских товаров, которые будут интересны американским потребителям. Как сообщает депмиссия Узбекистана в Вашингтоне, Уилбор Росс, принимая во внимание наличие огромного неиспользованного потенциала в двусторонних торговых отношениях, заверил всесторонне изучить и представить узбекской стороне свое видение касательно экспорта на рынок США свыше 60 наименований узбекских товаров, общей стоимостью около полтора миллиарда долларов. Напомню, что за последние два года объем узбекско-американской торговли существенно вырос. По итогам 2018 года взаимный обмен товаров и услуг привалил отметку в 500 миллионов долларов, что стало двукратным увеличением по сравнению с 2017 годом. Взаимная торговля по итогам января-августа 2019 года уже составила 492,7 миллиона долларов, тогда как в аналогичный период 2018 года этот показатель составлял всего 195,8 миллиона долларов. По мнению главы Минкоммерции США, американский бизнес становится очевидцем особой динамики развития доверительных и партнерских отношений в Центральной Азии. В этом контексте весьма своевременным стала озвученная министром Сардором Умрзаковым инициатива сформировать новую платформу взаимодействия в формате C5+,1 на уровне глав внешнеэкономических ведомств стран Центральной Азии и США. Этот механизм будет играть положительную роль в расширении и облегчении участия США в региональной экономической интеграции стран Центральной Азии. В палате представителей американского конгресса состояли встречи первого заместителя председателя сената Оли Машлиса Содоха Сафоева с конгрессменами-республиканцами Трентом Келли и Доном Беконом. В ходе встречи конгрессмен Трент Келли выразил признательность президенту Шавкату Мерзиёеву за присуждение ему высокой награды – Ордена Достлих. Конгрессмен-республиканец из штата Небраска Дон Бекон на встрече сообщил, что знаком с регионом Центральной Азии, в том числе Узбекистаном, благодаря службе в составе воинского контингента США в Афганистане. С Доном Беконом достигнута договоренность об организации визита делегации Министерства сельского хозяйства Узбекистана в Небраску для налаживания сотрудничества в области производства и поставки мяса, а также внедрения технологии дождевого орошения. В рамках узбекско-американского бизнес-форума в Вашингтоне также состоялась встреча директора Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана Атабека Назирова с заместителем директора Офиса техсодействия по госдолгам и инфраструктурному финансированию Министерства финансов США Деброй Вон Кок. Стороны подписали так называемый «круг полномочий». Согласно документу, американская сторона направит советника по развитию рынка капитала Узбекистана. В нем также предусмотрено оказание практической помощи узбекской стороне в достижении упрощения законодательства, регулирующего рынок капитала, формирование эффективно функционирующей структуры агентства, укрепление его кадрового потенциала, улучшение процесса совершенствования финансовых операций. Более того, содействие будет оказано в создании благоприятных условий для инвестирования в рынок ценных бумаг через обеспечение транспарентной системы совершенствования сделок, расширение кооперации между Министерством финансов, Центральным банком, а также биржами и депозитариями ценных бумаг. Как сообщает депрессия Узбекистана в Соединенных Штатах, назначение советника запланировано ориентировочно на второй квартал 2020 года. Наряду с принятым «кругом полномочий» в ближайший период ожидается разработка совместно с агентством конкретного плана работы советника с определением основных механизмов взаимодействия, сроков реализации и ожидаемых результатов.